Депутаты городского совета и национальная полиция готовы выступить единым фронтом в борьбе с игорным бизнесом. Такое предложение высказал депутатский корпус и был поддержан Георгий Лордки-Панидзе. Наша позиция, наша инициативная группа, мы готовы с вами сотрудничать, совместными путями бороться с такими игровыми залами, готовы подключиться полностью к работе полиции и совместно идти на проверки, совместно выявлять новые и всячески вам помогать в этом направлении. Руководитель полиции подчеркнул, что сегодня правоохранительные органы проводят активную кампанию по ликвидации комнат с игровыми автоматами. Мы только в этом году накрыли более 20 игровых пунктов и сделали где-то более 100 аппаратур и рулетки, потому что я знаю, что это очень такая проблема, это беспокоит гражданам Одессы и с этим мы все равно занимаемся. У нас создана специальная группа из пяти человек, которая занимается, постоянно отслеживает эту ситуацию, ведет системную борьбу с этим видом социального зла. Со своей стороны депутаты выразили полную готовность сотрудничать с полицией и задействовать все существующие рычаги влияния. У нас 84 уже определенных точек, вы же ввели эту онлайн-карту Google, по которой информация у вас будет, и вы можете быстрее реагировать по, допустим, как раз игорному бизнесу. Необходимо на каждом этапе сопровождать это все средствами массовой информации, потому что чем больше будет шума вокруг этой проблемы, тем быстрее за нее возьмутся и наши законодатели, и кабинет министров, который сегодня недоработал ряд нормативно-правовых актов в этом вопросе. Всю собранную информацию депутатский корпус передал Георгий Лорд Кипонидзе в бумажном и электронном видах. Стороны договорились регулярно проводить встречи и совместными усилиями бороться с игорным бизнесом. Алла Есина, Евгений Ячменцев, Думская ТВ.